Густые леса и полноводные реки. Просторные луга и кристальные озера. Многообразный животный и растительный мир. Уникальное историческое и культурное наследие. Всё это – Земля наша. А это – главное богатство Земли нашей. Её люди. Субтитры создавал DimaTorzok Преданность профессии, любовь к детям и колоссальное трудолюбие. Пожалуй, главные качества присущи настоящему учителю, выбравшему преподавательское ремесло по зову души. Именно всё это как нельзя лучше характеризует Марию Мазарчук. В уборковский детский сад среднюю школу молодой специалист попала по распределению после окончания Реческого педагогического колледжа. Без единого сожаления она сменила ставшую привычной городскую суету на размеренную и умиротворённую сельскую жизнь. В агрогородке Уборки Мария Мазарчук получила уютное жильё, обрела любимую работу, отзывчивых коллег и новых преданных друзей. Вот уже второй год подряд она преподает здесь немецкий язык. На работу приходит только в хорошем настроении, стремясь и учеников своих заряжать позитивом. Мария Мазарчук – выпускница Слободской школы Мозырского района. Несмотря на то, что в кругу её родных и близких людей преподавателей не было, профессию учителя выбрала не случайно. О ней мечтала с самого детства. Определиться же с предметом помогла, что называется, воля случая. До шестого класса я училась в своей деревне. Потом меня перевели в другую школу. Там пришла новая молодая учительница по немецкому языку. Ну, я немецкий немножко понимала, читала иногда. Ну, вот переводила я с переводчиком. Однажды у меня учительница забрала листик просто и говорит, переводи без листика. Но я не смогла без листика перевести, она мне двойку поставила. Ну, потом я начала учить сама немецкий язык. Ну, и вот выучила. Был такой толчок, что раз так, тогда я выучу и пошла учиться. С первых дней трудовой деятельности Мария Мозырчук осознала, что каждый её ученик – это личность со своим отличительным характером, мнением и представлением о жизни. Поначалу найти общий язык с детьми помогали отзывчивые коллеги. Так уж заведено, в стенах уборковской школы старшие товарищи всегда делятся с молодыми специалистами своим богатым педагогическим опытом. В первый год мне помогали учителя, заучи, директоры. Они постоянно ко мне подходили, я подходила с вопросами, потому что я боялась, что я сделаю что-то не так. Приедет проверка, а я что-то не знаю. Могу подставить людей, поэтому приходилось очень много заниматься и учить. Приходить, и они мне объясняли всё. Они мне показывали, рассказывали, как нужно обратиться к ребёнку, если вдруг у него что-то не получается, как найти к нему индивидуальный подход. Ну, в прошлом году и в этом ко мне зауч приходит на уроки, часто посещает. Говорит плюсы и минусы, как общаться с детьми, если что-то не так, она мне подсказывает. Несмотря на ещё совсем юный педагогический стаж, Мария Мозырчук уже завоевала доверие и уважение своих учеников. Для них это не просто учитель, а настоящий друг. Её любят за неуёмное желание помогать каждому. Тёплые отношения, искренность, заботу и доброту. Молодой педагог уверена, что каждый ребёнок талантлив и уникален. И каждый может достичь успеха, приложив к этому упорный труд и старания. Определённо есть такие дети, с которыми необходимо постоянно работать. Им нужно уделять больше внимания, времени. Заниматься дополнительно, ходить на факультативы с ними. Показывать им видео на немецком языке, мультики мы смотрим. Им это нравится. Да, если с ними заниматься, то каждый ребёнок на что-то способен. Для того, чтобы быть востребованным в профессии, учитель должен постоянно самосовершенствоваться, осваивая новые методики и технологии обучения. Так считает и Мария Мозырчук. Она современный преподаватель, который рамками привычной школьной программы не ограничивается. Молодой специалист постоянно стремится привносить в свои занятия нечто новое и запоминающееся, делая образовательный процесс более интересным, а главное – эффективным. Музыкальная физразминка для детей в игровой форме на немецком языке – тому наглядное подтверждение. Мария Мозырчук – бесспорно человек творческий. С её приходом в уборковской школе появился кружок «Юный художник». Здесь с помощью кисти и красок дети учатся раскрывать на бумаге свой богатый внутренний мир и передавать красоту окружающей природы. Кружок очень популярен среди школьников. Они увлечённо слушают каждый совет своего учителя и очень быстро обладевают необходимыми навыками. Я веду этот кружок. Мне это интересно. Детям очень интересно ко мне приходят. Мы рисуем и занимаемся. Через субботу по два часа, да. Около двух часов мы рисуем. Даже иногда бывает, что время закончилось, а дети всё равно остаются, и мы рисуем. Какие-то основы он может научиться рисовать, если брать в его руку, помогать ему, показывать, объяснять несколько раз. Пусть ребёнок психует или плачет. Его можно успокоить, показать, он научится. Мария Мозырчук стремится прививать детям любовь к своему предмету, пробуждать у них желание познавать научный мир, раскрывать свой творческий потенциал и всегда двигаться только вперёд. А ещё она твёрдо верит своих учеников в то, что у них обязательно всё получится. После окончания Режинского педагогического колледжа Мария Андреевна прибыла к нам на работу молодым специалистом. С первого дня работы она себя зарекомендовала только с положительной стороны. Добросовестная, исполнительная, честная. Добросовестно готовится к урокам, владеет методикой преподавания своего предмета. Активная, является руководителем кружка, классным руководителем, активно работает вместе с родителями. В настоящее время она получила жильё и планирует оставаться работать на будущее. Мария Мозырчук уверена, что именно здесь, в небольшой сельской школе, она находится на своём месте. А значит, сможет принести максимальную пользу. В планах совершенствовать своё преподавательское мастерство, чтобы воспитывать достойное молодое поколение. Думаю, что у каждого учителя есть такое, что он должен видеть результат своей работы. И думаю, что хочу быть таким учителем, чтобы дети потом после выпускного могли прийти ко мне домой в квартиру, чай со мной попить, поговорить просто. Здесь моё рабочее место. Я работаю заместителем директора. В мои обязанности входит административная работа, ну а также творческая. В данный момент я занимаюсь разработкой проекта на 2019 год. Это сотрудничество Центральной районной библиотеки с учреждениями дошкольного образования. Называется буква Ешка. Мы определяем обычно какой-нибудь садик один и приходим к детям, и с ними проводим мероприятия. Рассказываем о писателях, поэтах. Также не только с детьми, но и с родителями мы работаем. Какие-то информационные беседы с ними проводим. В Луевской Центральной районной библиотеке Татьяна Тимошенко работает уже 14 лет. За добросовестный труд и значительный личный вклад в развитие библиотечного дела в прошлом году награждена почетной грамотой Гомельского облсполкома. На работу в Центральную библиотеку Татьяна пришла сразу после окончания Могилевского библиотечного колледжа. С выбором профессии долго определяться не пришлось. Еще в детстве возникло четкое желание быть поближе к удивительному и прекрасному миру литературы. Книги в определенной степени стали источником вдохновения и жизненной силы. На том, что я буду библиотекарем, я уже знала, еще в школе знала и очень любила в детстве ходить в библиотеку. Именно в детскую библиотеку. Я даже сейчас помню, это она не здесь, раньше была у нас в другом месте. Вот эта атмосфера библиотеки, мне всегда нравилось там находиться, в детской. И оттуда вот пошло. Особенно мне нравилось, как они заполняют эти формуляры библиотекарь. Мне всегда так хотелось. И когда в 2002 году я закончила техникум, пришла на работу сюда, тоже в Центральную библиотеку, в отдел обслуживания и поняла, что это мое. Татьяна Тимошенко настоящий профессионал своего дела, знающий все тонкости выбранного ремесла. За время, проведенное в стенах Лоевской Центральной районной библиотеки, были пройдены практически все ступени карьерной лестницы. Начинала Татьяна библиотекарем, а сегодня занимает должность заместителя директора. Ей в совершенстве освоена организационная и творческая составляющая библиотечной работы. Сразу после техникума пришла, была библиотекарем, обслуживала читателей, проводили мероприятия. Затем я была заведующей библиотечного маркетинга, а теперь вот заместитель директора. За это время, ну как, я во всех процессах библиотечных работала. И это обслуживание читателей, и работа с библиотекарями сельскими, им помощь оказываем. И организовываются мероприятия, и разрабатываются проекты, конкурсы для работников библиотек. Библиотекарь владеет и распоряжается информацией, которая является ключом к пониманию всех процессов, происходящих в современной жизни. Но деятельность библиотек не замыкается сегодня на принципе «информация-пользователь». Она гораздо шире и многограннее. Посетителей нужно удивлять. В детстве Татьяна Тимощенко, как и многие девочки, мечтала о карьере актрисы. Однако любовь к литературе стала определяющим фактором. И о выборе своей профессии сегодня наша героиня нисколько не жалеет. Зато по прошествии времени свои актерские задатки она смогла реализовать в родной библиотеке. В библиотеке у нас расположен ботлеечный театр. Он у нас появился в результате работы проектной с белорусским «Зеленым крестом». Уже было у нас две постановки, которые называются «Царь Ирод» и «Солдат и черт». Вот куклы. Я играю роль царя Ирода и ангела. Настоящий библиотекарь должен уметь переключаться с одного дела на другое, решать одновременно несколько вопросов, проявлять инициативу. Обслуживание читателей требует предельной концентрации и корректности. К каждому посетителю нужен определенный подход, чтобы удовлетворить его интересы. В первую очередь это касается детей, как наиболее избирательной и требовательной аудитории. Дети ходят. К нам много детей ходит. Им интересно в библиотеке. Они же могут не только у нас читать, но и играть в игры, рисовать, лепить. Все для детей. У нас есть специальная игровая территория. И там дети раскрашивают пазлы, собирают лего-конструктор. Проводят дети часто тут время. Конечно, не забывают в библиотеке и о взрослых читателях, стремясь сделать все возможное, чтобы чтение книг и любимых журналов было не только познавательным процессом. Главное – создать для каждого читателя уютную атмосферу, напоминающую домашнюю. Акция «Библиотеки как дома» у нас действует с июня месяца прошлого года. Ее цель – подарить читателям комфорт и уют именно в библиотеке. За чтением своих любимых журналов и книг читатели могут подойти, приготовить себе чай и наслаждаться чтением. Татьяна Тимошенко уверяет, что на достигнутом библиотеке останавливаться точно не будут. В сотворчестве с другими сотрудниками она занимается разработкой нескольких интересных проектов. Ожидается немало приятных сюрпризов. Такой вот проект интересный «12 месяцев чтения» называется. Здесь будут участвовать в этом проекте и центральная библиотека, и сельские библиотеки. То есть каждый месяц определен под определенный, у каждого месяца определенная тематика. Вот там кого поэзия, кто любителям фантастической литературы, пропаганда здорового образа жизни. И каждый месяц библиотекари в своих библиотеках оформляют выставки тематические. Именно в течение месяца они будут стоять. И мероприятия обязательно к этой теме будут готовить мероприятия. Как бы популяризировать книгу, чтение и по темам. Такой вот проект будет. Конкурсы с библиопсом нашим, с автобиблиотекой тоже конкурс будет проходить. Татьяна Тимощенко – убежденный патриот своей малой родины. На длительный срок родной Илоев покидала лишь однажды, по необходимости, когда два года училась в Могилевском библиотечном колледже. С тех пор расставания с городским поселком лишь кратковременные. Главная же любовь в жизни Татьяны Тимощенко – это ее дети. Вместе с супругом Леонидом она воспитывает четырех детей. Старшей дочери Кати 20 лет. Она является студенткой университета имени Франциска Скарины. Двое сыновей – Витя и Костя – пока учатся в школе, а самый младший Андрей только готовится к вступлению в ряды первоклассников. Вопреки сложившимся стереотипам о сложностях в воспитании детей, особенно когда их несколько, наша героиня пребывает всегда в хорошем настроении и уверяет, что семейные хлопоты ей только в радость. Хоть и отмечает, что огромную помощь оказывают родственники, Татьяна умело совмещает материнскую миссию с руководящей должностью. Если бы я была одна, было бы, конечно, сложно. Но так как у меня и мама здесь тоже живет, в Лоеве, я тоже из многодетной семьи, у меня трое сестер и брат. Они мне помогают во всем, конечно. Я всегда могу положиться на своих родственников, так сказать. Если мне надо задержаться на работе, я звоню, они присматривают за детьми. И вот, как-то так, потому что муж вечером работает. Поддержка и взаимопонимание – основные принципы в построении семейного счастья, уверена Татьяна. Быть многодетной матерью – это огромное счастье и в то же время колоссальная ответственность и труд. Я стараюсь на собственном опыте показать детям, и я, и муж, как нужно поступать в той или иной ситуации. Все собственным примером. Самое главное, чтобы дети были хорошими людьми. Не столь важна профессия, как они там состоятся в ней, чтобы у всех было прямо высшее образование. Это все не важно. Главное, чтобы они были хорошими людьми и были счастливыми. Городской поселок Азаричи Калинковичского района – настоящий кладезь талантов. Сегодня мы познакомимся с двумя его жителями-ремесленниками, авторами оригинальных работ. Роман Миргород занимается художественной ковкой металла. Автомеханик по образованию долгое время работал в строительной отрасли. Три года назад решил посвятить себя кузнечному делу. Кузнецов в семье не было. Мои родители – педагоги. Оба. Ну вот, как бы, мой дед, он был художником. Ну, наверное, от него что-то ко мне перешло. Но он писал картины маслом. Мне это, конечно, не передалось. Я, как бы, рисую, но в карандаше только. В процессе стройки тоже приезжали кузнецы, делали какие-то перелы. Мне понравилось. Ну, что вот, как это все выглядит. Сначала попробовал сам что-то сделать там же на стройке. Ну, первые работы, конечно, были такие. Они совсем никакие. Сегодня в портфолио мастера более десятка кованых изделий. От миниатюрных подсвечников до больших кованых ворот. Кузнецу Роман оборудовал в бывшем сарае. Закупил наковальню и тиски, специальную печь горн, собрал самостоятельно. За ковкой металла Роман проводит практически все свое время. Когда заказов много, то в кузнице может пробыть более 12 часов. Последние три месяца рабочее место делит с другом Виталием Русаковым. Мы делали данный завиток. Это цельный квадрат 16 мм. Данные завитки используются в ководных элементах. Они как бы самые распространенные. Он хорошо балансируется всеми видами ковки. Вы как бы видели сейчас, сколько операций нужно сделать, чтобы сделать один такой завиток. То есть нужно оттянуть, отковать квадратик, потом его перевернуть, оттянуть снова, потом уже закруглить. В стандартном каком-нибудь кованом изделии таких завитков очень много. Роман Миргород за время занятия кузнечным делом выполнил немало заказов, в том числе и весьма сложных. Одна из первых работ – кованые санки для дочки Алисы и роза для супруги Вероники. Сейчас Роман занимается созданием композиции для памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны азаричанам. Глядя на эти работы, понимаешь, сколько стараний, а главное мастерства нужно для их создания. Хотя сам Роман считает, что он лишь в начале долгого пути. Чтобы навыки были оточены до совершенства, необходимы долгие годы. Интернет сейчас на данный момент предлагает множество видео, и там, где показывают, рассказывают, все досконально, то есть, ну, можно сделать все абсолютно. Я научился, ну, за два года научился, можно сказать. Тоже были и ошибки были, и много чего выбросил, потому что не получалось. Но, ну, меня вот ушло два года до данного уровня. И дальше, как бы, я буду, ну, здесь, это ремесло, в котором постоянно развиваешься. Здесь, ну, бесконечно развиваешься. Чем дальше, тем больше времени проходит, тем больше навыков, тем сложнее изделие. А недалеко от романа «Миргорода» шедевры, но уже деревянные, своей мастерской создает Евгений Решетнев. Запах дерева мастеру хорошо знаком с детства. Резьбой занимались его отец и дед. Однако увлекся по-настоящему деревообработкой герой нашей программы лишь несколько лет назад, когда еще жил в России. «Видел птиц у нас в России, птица счастья, она распространена. Но они разные, есть разные формы, крылышки так, крыльцы-всяк, вот, ну, вот, мечтал сделать такое, мечтал, полгода тренировался. Что-то такое уже стало более-менее получаться. Не скажу, что прям совсем. Вот, а корзинки пестили, вот, еще, опыта, конечно, нет у меня, опыт такой вот, недавно, месяц назад стал что-то делать, стал делать сам шпон, делаю, вот, ну, и пытаюсь что-то изобразить. Еще в школе, в третьем классе у меня моя учительница Валентина Константиновна на уроках труда мне, как сказать, показала, ну, всем показала, а мне просто в душу запало, как это делается корзинка. Вот, и я с тех пор этот урок до сих пор помню, и как-то вот в голове он у меня, ну, лежит, не улетает. И все, хочется сделать какую-то такую вот корзинку красивую, смотришь по интернету, ребята делают, ну, конечно, мастера, мастера, мне далеко до такого, но тянусь к этому. К слову, вот эти птицы счастья пользуются большим спросом теперь и в Беларуси. На ярмарках их раскупают моментально. Евгений Решетнев создает и множество других изделий. Рамки для пчел, деревянные сани, различные детские игрушки. Бывает такое, что вот ночью лежишь, лежишь, раз что-то увидел во сне, такую вот, ну, кормушку, да, вот сделал, кормушку, ну, раз быстренько набросок какой-то сделал, сделал, утром подскакиваешь, начинаешь делать. Делаешь, 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 делаешь весь день, бывает, и не ешь ничего. Пока не сделаешь, и не увидишь то, что ты увидел, то, что ты, то, что хочется сделать. Вдохновение так бывает, и день делаешь, и два, и три, потратишь, Но зато потом, когда сделаешь, приятно становится, что людям нравится. Однако, говорит Евгений, случается и творческий кризис. В таком случае помогают другие занятия – земледелие и разведение животных. И как итог, спустя короткое время вновь появляются идеи и желание заниматься любимым делом. Как и наш предыдущий герой Роман Миргород, Евгений Решетнев не считает себя состоявшимся мастером. Для этого, говорит, нужно еще немало времени. К слову, помогают совершенствовать навыки и заказчики. Предпочитаю прямое общение с человеком. Потому что, когда человек видит что-то, трогает своими руками, это ему больше ближе к душе, ближе к сердцу получается, чем он видит просто картинку где-то на экране. То есть он видит ее в объеме, он ее может потрогать, он может ее посмотреть на просвет, как она там, или еще что-то. Это для человека как бы ближе. И для меня еще немаловажно слышать его отзывы. То есть для меня не то, что отзывы, а бывают конструктивные отзывы, когда говорят, вот здесь вот надо подделать, вот здесь можно перышки потом же сделать, или там головку как-то скруглить. Я всегда к этому делу прислушиваюсь, потому что, ну, ребята говорят дело, кажется, конструктивные вопросы говорят. Ну, и, так сказать, меняясь вместе со своими птичками, со своими понюшками, со своими детскими игрушками. Для Евгения, как и для любого родителя, на первом месте успехи детей. Стоит отметить, что при выборе нового места жительства главным критерием была школа. Семья переехала в Азаричи три года назад из дальневосточного Хабаровского края России. Посмотрели дома, поездили в разные области, поездили, ездили туда, в Брестскую область смотрели дома, в Минской области смотрели дома, и вот здесь вот дом был в Азаричах, вот, в Гомельской области. Дом, ну, скажем так, не вдохновил нас, ни меня, ни жену, вот. Вот, ну, я-то спокойно к этому отношусь, но поехали когда в школу, мы приехали сюда, в принципе-то, из-за детей, ну, чтобы детей воспитывать. Школа нам понравилась, понравился педагогический коллектив, условия содержания, детей, как их кормят, все, как все продумано, понравилось. Мы поговорили с директором школы, с педагогами, вот, все понравилось, и решили здесь остаться. Вот. Ну, и, в принципе, не жалеем, не жалеем, потому что, ну, коллектив сильный, дети учатся, занимаются во всех кружках, и, ну, и то, чем я горжусь, это не то, что вот я вот сейчас режу там, еще что-то делаю, но это мои дети. Когда по поселку иду, и говорят, а, это вот, на мою дочку, говорят, это девочка, которая поет и там выигрывает в конкурсах, для меня это всегда приятно. Ремесленники Роман Миргород и Евгений Решетнев – пример того, что никогда не поздно изменить свою жизнь и сделать шаг навстречу мечте. Главное – не бояться перемен и смело идти к своей цели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова